Добрый день! Очередной выпуск передачи «Открытая политика права». Сегодня поговорим о сделках с недвижимостью. Важный разговор предстоит именно о том, какую опасность себе таит покупка недвижимости на вторичном рынке. Бытует такое мнение, я считаю его заблуждением, о том, что риелторские агентства, даже в которых есть штаты юристов, обеспечивают некую гарантию безопасности сделкой с недвижимостью при покупке ее на вторичном рынке. Однако это не так. На самом деле риелторские агентства и вообще риелтор обеспечивают лишь саму процедуру сделки. Риелтор или даже их юрист смотрит и дает заключение относительно того, готов ли этот объект к сделке. И все, берет выписку из ЕГРН. Единственное, от чего можно защититься, это от того, что документы будут сданы в регистрирующий орган, а сделка не произойдет. Да и вообще любой человек видит, есть ли обременение на эту недвижимость или нет. Однако опасность кроется не в том, что сделка не будет зарегистрирована. Опасность кроется сейчас в том, что тысячи сделок у нас оспариваются на основании того, что под сомнение ставится легитимность вообще всей цепочки сделки по различным причинам. Назову сегодня, перечислю те виды сделок, которые таят себе опасность на вторичном рынке. Вообще, покупая недвижимость на вторичном рынке, невозможно защититься от дальнейшего оспаривания сделок. Итак, в каких случаях риски очень высокие? Ну, начнем с того, сейчас очень модно покупать недвижимость с торгов. Это квартиры, на которые обрещено взыскание, как правило, в рамках исполнительного производства, ну или по результатам дела о банкротстве с торгов. Самая опасная вещь покупать квартиру с торгов, если на нее наложено взыскание по решению суда или по решению судебного пристава, по одной простой причине. Покупая квартиру с торгов, претендент, покупатель не видит ее историю, он лишь осведомлен о том, что есть некое гражданское дело, есть некое решение суда. Однако, что там произошло на самом деле, и не развернется ли ситуация, не будет ли поворота решения суда, покупатель не знает. Однако, бывают такие случаи, случаи достаточно распространенные, когда решение выносится в заочном порядке, то есть без участия ответчика. Ответчик зачастую даже не знает вообще ничего о имевшем место споре. Ну, а как, наверное, всем уже известно, заочное решение отменяется после того, как лицо узнало о состоявшемся решении, подает заявление, и решение в 99% случаях отменяется заочно. А уже торги состоялись, исполнение, то есть решение состоялось, и суды в случае таких отмен судебных актов в последующем отменяют результаты торгов. Таким образом, практически гарантированно, квартира будет утеряна покупателям, если вот произошла такая ситуация. Снизить риски до определенного уровня возможно, покупая квартиру с торгов, но для этого надо знать всю историю квартиры, а для этого нужно обратиться к судебным решениям и даже к самим гражданским делам. Но доступа, причем быстрого, получить невозможно. Это возможно сделать только зная стороны в этом процессе, да, и через них можно собрать какую-то информацию. Но это не про обывателя, который действует, как правило, быстро, и принимать решение надо очень быстро, потому что квартира может уйти. Но вообще, все, что связано с покупкой имущества с торгов, я считаю рисковым. Иметь какую-то выгоду, как правило, может лишь тот, кто почти на профессиональной основе этим занимается. Очень много подводных камней, но, в общем, очень рисковое это занятие, покупать недвижимость с торгов. Следующая рисковая, очень, весьма рисковая ситуация, если объект отчуждается по доверенности от собственника этой недвижимости. То есть покупатель не видит собственника, а есть лишь лицо, которое действует по доверенности. По закону все нормально, доверенность есть. Риэлтор и юрист, естественно, скажут о том, что сделка нормальная, будет зарегистрирована, она действительно пройдет регистрацию в регистрирующем органе. Однако, может выясниться, что собственник в настоящее время находится в психиатрической больнице, лечится, либо лечится от алкоголизма, может находиться вообще в стадии делирия. Кстати, делирий, в простонародье белая горячка практически на 90% исключает меняемость лица, который страдает этим заболеванием. Поэтому доверенность вещь очень опасная, причем самое интересное, что можно оспорить, если оспорить действительность доверенности, то можно оспорить не только эту сделку, а всю цепочку сделки. Знаком с рядом гражданских процессов, когда за короткий период совершалось несколько сделок с одним объектом недвижимости, и первоначальный продавец признал доверенность недействительной, там обнаружили некий порог воли, опять же, связан с психиатрическим заболеванием, и, в общем, полетела вся цепочка сделок с недвижимостью, с одним объектом на квартиру. Рекомендация только одна, попробовать найти собственника и вообще выяснить, почему действует от него кто-то по доверенности. Одно дело находится, например, человек за границей, если это подтверждено, да, действительно, документально. Другое дело, если человек в России, но его почему-то по какой-то причине скрывают от покупателя. Очень подозрительная ситуация, и я не связываться со сделками. Да, юридически сделка нормальна, но таит в себе много опасностей. Следующая, в общем, опасная ситуация, если с объектом недвижимости за короткий срок прошло много сделок. Это может указывать на различные манипуляции, которые совершались первоначальным собственником в этой цепочке, либо какими-то заинтересованными лицами, не исключено, что какая-то некая легализация там имеет место, сокрытие каких-то определенных фактов. В общем, достоверно нельзя установить даже в конкретном случае, в каждом конкретном случае, почему такое происходит. Стоит это в себе очень большую опасность, высокие риски, потому как, ну, как правило, путем совершения ряда сделок первоначальные собственники пытаются укрыть какой-то порог в первой сделке. Вот поэтому и совершаются эти сделки, совершается цепочка сделок, дабы укрыть какую-то, даже, можно сказать, какое-то преступное действие. Здесь бытует такое мнение, что лицо, которое приобрело, в конце концов, этот объект недвижимости, является добросовестным приобретателем, а у добросовестного приобретателя имущество не может быть истребовано. Судебная практика у нас неоднозначная, а самое главное из норм закона про добросовестного приобретателя есть исключения, и причем эти исключения такие, что они, в принципе, нивелируют и сводят, делают бессмысленным такое понятие в российском гражданском праве, как добросовестный приобретатель. Добросовестным приобретателем у нас считается лицо, которое приобрело имущество, ну, не только недвижимость, а имущество, при этом не знало о том, что собственник не имеет права его отчуждать, то есть не знало и не могло знать. Понятие достаточно такое резиновое, да, и неконкретное, оно вносит достаточно серьезную правовую неопределенность, но отсюда и судебная практика такая. Однако из этого есть исключение, что у добросовестного приобретателя в любом случае будет изъято имущество, если будет установлено, что у первоначального собственника это имущество было похищено или выбыло из его владения помимо его воли. Само вот это исключение делает абсолютно непонятным определение добросовестного приобретателя, потому что практически в каждом случае, когда оспариваются сделки, собственник, у которого выбыло имущество, и утверждает о том, что либо оно у него было похищено, либо оно выбыло помимо его воли. А если, например, доверенность либо откровенно поддельная, сфальсифицированная, либо там есть какие-то пороки, то в любом случае у нас суды признают практически всегда, что имущество выбыло у первоначального собственника помимо его воли. Поэтому уповать на защиту прав добросовестного приобретателя практически невозможно. Судебная практика неоднозначна, тем более мы понимаем, что суды у нас могут быть ангажированы, так как простимулированы одной из сторон. Сейчас другую рисковую сделку, приведу пример, это если объект продается по цене ниже рынка, и, как правило, у этого лица могут быть долги. Со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что продавец может подать заявление, либо его кредиторам могут подать заявление о банкротстве. Как известно, в случае банкротства физического лица оспариваются его сделки, которые совершены в преддверии банкротства, и они ниже рынка 25% или более. Поэтому в любом случае необходимо с осторожностью подходить к объекту недвижимости, который продается существенно ниже рынка. Ну а вообще любые сделки на вторичном рынке с недвижимостью опасны, можно до определенного уровня только защититься. Потому как даже если есть юрист, как утверждают многие риэлторы, вот, например, у нас в нашем агентстве есть юридический отдел, юридическая служба, которая проверяет полную частоту сделки, и мы гарантируем ее непоколебимость. Это полное вранье по одной простой причине. Это агентство недвижимости заинтересовано в совершении сделки, поэтому они могут, да, конечно, увидеть какие-то откровенные пороки, но каких-то скрытых моментов они могут даже не знать, а если и знают, то они скроют их, как правило, от клиента. Далее, чтобы получить рекомендацию юриста, и эта рекомендация была компетентной, юрист должен обладать компетенциями в нескольких отраслях права. Да, можно увидеть какие-то вещи сразу там про притязание каких-то третьих лиц, но есть вещи, которые можно узнать только путем серьезных разведывательных мероприятий. И юрист, даже если желает дать искренне нормальную, честную, квалифицированную рекомендацию, он должен обладать большим объемом информации. А эта информация может быть скрыта, например, в суде другого даже субъекта, потому что судиться могут бывший муж и жена, например, в другом субъекте. Никакой гарантии чистоты сделки, вообще непоколебимости этой сделки, совет этого юриста быть не может. Ну и, как я уже сказал, даже если вы получили рекомендацию от юриста о том, что сделка будет нормальной и не таит в себе никакой опасности, этот юрист не несет никакой ответственности, так как его ответственность не застрахована. И вообще у нас институт ответственности там риэлторов и их юристов отсутствует в законодательстве. Поэтому любая сделка с недвижимостью на вторичном рынке таит в себе опасность. Я бы не приобретал имущество вот в таких ситуациях, особенно если там долевая собственность, собственность если ниже рынка, если было прописано много людей, например, и в последнее время этот объект недвижимости несколько раз продавался, дарился и так далее. Ну, кстати, я забыл упомянуть еще об одной ситуации рисковой. Это если объект недвижимости продается престарелым человеком, либо предыдущим собственником этого объекта являлся престарелый человек, и, например, он подарил этот объект недвижимости своему внуку. Очень рисковая ситуация, потому что можно нарваться на судебный процесс об оспаривании первой сделки, потому что другой обиженный внук будет заявлять о том, что бабушка и дедушка были не в себе, и их психическое состояние не позволяло совершать им гражданско-правовые сделки. Знаю много таких споров, и страдать начинают уже действительно добросовестные приобретатели. И, кстати, в этой ситуации правило о том, что у добросовестного приобретателя ничего не должно изыматься, не действует. Вообще о судебных процессах, которые касаются вот таких споров с недвижимостью. К сожалению, совсем у нас откровенный бардак относительно единства судебной практики. Вроде бы и Конституционный суд, и постановление Пленумов Верховного Суда России есть относительно того, какие подходы должны применять суды к рассмотрению таких дел. Однако, во-первых, ситуация абсолютно разнообразная. Во-вторых, как мы уже все знаем, коррупция в судах, стимулируются суды сторонами. И вообще крен в такую сторону пошел, что практически все изымается у добросовестного приобретателя. Руководствуясь вот этой вот нормой, вот этим исключением, да, которым я говорил о том, что имущество у добросовестного приобретателя может быть изъято в том случае, если у собственника оно выбыло помимо его воли. Но у нас любые ситуации подводятся под то, что имущество у собственника выбыло помимо его воли. Поэтому все, что связано с объектом недвижимости, опасно. Можно до определенной степени себя защитить, но гарантий никогда нет о том, что через полгода не объявится какой-то обиженный внук, который будет оспаривать всю цепочку сделок. И порог наших законов в том, что сделки признаются недействительными, применяется так называемая реституция, да, когда все друг другу должны вернуть свое. Но, как правило, человек потом должен годами судиться за то, чтобы получить еще свои деньги. Решение, точнее даже он, разумеется, получает судебный акт, но исполнение этого судебного акта не получает. Денег просто нет. Поэтому общий совет такой, если даже решили связаться с сделкой на вторичном рынке, то прислушиваться не к риэлторам и их юристам, а попробовать обратиться к своему независимому проверенному, который соберет всю информацию на этот объект недвижимости. Если особенно этот объект недвижимости продается по интересной цене. Ну, не успели купить, не успели купить, значит, не суждено вам покупать этот объект недвижимости. Предложений на рынке, особенно, ну, на вторичном много. Продолжение следует... Продолжение следует...